Меня зовут Мария Гладких, я самая безбочная телеведущая, блогер и я люблю то, что я делаю. Я родилась в Твери. Мы жили в районе, который называется Золинией. Жили Золинией. Это даже не Тверь. Точнее, это Тверь, но это просто самая окраина города, самый такой неблагополучный, так скажем, район в Твери. Я очень мечтала вот обо всем творческом. Я писала книгу свою, значит, у меня есть тетрадка с моими песнями, в голове были сценарии, что я хочу реализовать. Я любила писать, я любила играть, танцевать, петь. Все любила вообще. В то время, когда я была маленькая, был очень популярен телеканал НТВ, там работали парфенов, крутые журналисты того времени. Я помню, я смотрела на них и думала, блин, как круто. И я хотела быть как они, и я понимала, что это тоже способ мой попасть на телевидение. Мама всю жизнь пыталась вырастить меня одна, то есть она работала на трех работах. Она была и медиком, и учителем начальных классов, у нее несколько образований. Она выглядит, как божий одуван просто. А при этом она умеет водить самолет, она прыгала больше 25 раз с прошутом, она служила в армии. Она все делала для того, чтобы я ни в чем не нуждалась, потому что я росла без папы. Мой папа турок. Его никогда не было в моей жизни, и его функцию заполнил, взял на себя дедушка мой. Он до сих пор, там ему 76 лет, он не садится в общественном транспорте. То есть я вижу его как пример мужчины перед глазами. А папу, ну я просто, его нет. Это расстраивает меня, конечно, что вот так получилось в жизни, что его нет и не было. Но я не могу сказать, что я прямо страдаю от этого. Я в детстве из-за этого переживала. Ну когда типа родительские собрания, все приходят с папами, а у меня нет и некому прийти. С другой стороны, это лучше, чем жить в семье с родителями, которые родители, там не знаю, в плане плохие отношения, они постоянно срутся, они ненавидят друг друга. У тебя перед глазами какие-то там вот такие примеры. Таких же очень много семей. Это хуже, мне кажется, чем быть воспитанным одним родителем, но в любви. Мама старалась, чтобы я ходила в хорошую школу, чтобы я получала хорошее образование, потому что она считала, что образование это как бы ключ ко всему в будущем. С трех лет я учила английский. Очень четко, ты помнишь, у меня было 11 лет. Я в детстве не особо-то рвалась вообще в Турцию. Приехали туда, и я прям такая, я дома. Вот я прям почувствовала, вот как кровь зовет, называется. Я прям почувствовала, что это мое. Я сразу начала учить язык. Ну типа я маленькая, 11 лет мне, я такая типа, а чё, как это называется, чё это, чё это, и начала это все запоминать. Я просто почувствовала, что меня это захватило изнутри на всю жизнь. Это не закончилось. Вот сейчас это не закончилось. Я так себя и чувствую, и идентифицирую. Потом мы вернулись в Россию, и я говорю маме, мам, купи мне книжку и буду учить турецкий. Прикиньте, ну то есть типа 11 лет, это мне сколько-то, 2001 год? Как бы никто не хотел учить турецкий. И мама такая, ну окей, давайте куплю книжку. Ну типа, ну ладно, вот тебе книжка, учи. Чё-то там можешь выучить, да, посмотрим. В общем, я очень быстро, мне кажется, заговорила. Сейчас я работаю ещё параллельно, веду эфиры, и всю пандемию вела эфиры на всех турецких телеканалах. Самое забавное, знаете, что все мне говорили, нахрена тебе этот турецкий? Учи французский, учи немецкий. Вот языки, которые тебе реально в жизни пригодятся. Язык, который больше всего мне в жизни пригодился и принёс больше всего успеха, был именно турецкий, который мне все говорили, что типа, нахрена он тебе нужен. Именно потому, что не было людей, кто бы так уже говорил на турецком, и была нужна всегда я. Это помогло мне в работе, это помогло мне продвинуться на канале, это помогло мне продвинуться в блоге. Я снималась даже в эпизоде турецкого сериала «Гени Шайлия» называется. Я стала работать на турецких телеканалах, выходить как корреспондент в эфир и рассказывать вот на протяжении всей... Ну, то есть какие-то вот моменты, то есть на встречах Путина и Эрдогана звали меня. Какие-то командировки, когда в Турции что-то происходило, там поток. Ну, то есть вот эти все всегда звали меня. Я прям целенаправленно шла в институт на журналистику, я собиралась поступать только на журналистику, потому что в математике я ноль. Был одиннадцатый класс, у всех были уже репетиторы там типа поступать, это был тестовый ЕГЭ. У меня не было репетиторов, мы ржали с мамой на кухне, и она такая говорит, да чё, сейчас документы подадим в ГИМО, в МГУ, в везде, в топовые вузы. Я говорю, мы ржем просто как не в себя. Я говорю, ага, сейчас подадим, там у меня, наверное, расхват, не знаю куда идти, в МГИМО или в МГУ. Мама говорит, да, точно. И мы ржали-ржали-ржали, мама такая говорит, а давай реально угарнем и дадим твои документы в МГУ и МГИМО. Я говорю, мама, ты чё, сдурела? Она говорит, ну а чё? Говорит, мы всё равно в Москву едем за шмотками там по магазину пройтись, заодно закинем типа твои документы. Я говорю, ну, факультет журналистики МГУ был единственным в то время, который не принимал ЕГЭ. У меня провальный ЕГЭ. С моим ЕГЭ я бы не поступила вообще никуда, потому что у меня очень низкий балл там по мотивам, ну вот по вот всем вот этим предметам. У меня там даже по-русскому был, мне кажется, не очень балл. Две недели до экзаменов я просто не спала, не жрала, я ничего не делала, кроме как читала. Я пыталась прочесть всю школьную литературу за две недели. Всё, что я не читала в школе, я пыталась впихнуть. И когда у нас был финальный экзамен, там же такой, как это называется, лохотрон, оттуда вытаскивают билетик и типа три темы для сочинения. Первую тему объявляют не знаю, вторую тему объявляют надо знать стихи наизусть. Не знаю ни один, думаю, ну всё, думаю, приплыли, думаю, то ли списывать, то ли что делать. И третья тема, которая выпадает, это была последняя тема, которую я прочитала, выучила и знала. Я такая думаю, английский у меня точно будет топ. И всё, потому что английский я тоже, я очень любила, мне нравилось им заниматься. Я хорошо сдавала. И я поступила таким образом в МГУ. Когда я училась в институте, преподаватель по русскому языку, я просто помню, я такая была, типа, весёлая девчонка, там что-то шучу, веселюсь. И он прям при всех сказал публично, что, типа, Мария, вам здесь не место. Я помню, я очень сильно расстроилась, меня это прям задело, обидело, эта его фраза, потому что она была сказана довольно резко и серьёзно. Ещё и при всех. Сейчас я... Вот у нас два человека со всей телевизионной группы, кто работает на телевидении. Дольше всего на телевидении по факту работает только я, человек, которому сказали, что ему здесь не место. Как бы. Когда училась в культете журналистики, решила начать работать журналистом. Я когда стала искать работу, я поняла, что я никому не нужна, потому что всем нужны люди с опытом работы. Меня никто никуда не брал, и потом меня взяли на НТВ работать. Причём сразу на хорошую зарплату, 50 тысяч рублей, между прочим. Я такая, нифига я богачка, 50 тысяч рублей в месяц. Я думаю, ну всё, просто звёздный час. И на НТВ работаю, как в детстве мечтала, и 50 тысяч рублей получаю. Думаю, ну всё, жизнь просто сказка. Потом поняла, почему мне сразу дали такую большую зарплату. Делать надо было такое, что никто это не соглашался. Это просто была единственная возможность заставить людей это делать, это платить им какие-то нормальные деньги. Ну, то есть я мечтала-то работать в новостях, на НТВ, там, не знаю, вести новости, быть такой вот во всей вот это. А по факту оказалось, что я работаю в программе «Чрезвычайное происшествие». Снимаю каждый день трупаков, снимаю каждый день убийства, извращения, пожары, катаклизмы, потопы, ДТП. И каждый божий день. Это психологически непростая работа, когда ты каждый день видишь какое-то горе у людей. А тебе надо из этого делать работу. И многие очень привыкали к этому. Не то, что ты черствеешь, но это как защитная плёнка, когда ты как врач. Вот ты смотришь на это всё со стороны, и типа тебя это не касается. Потому что если очень близко к сердцу это всё принимать, это тяжело. Поэтому я ушла вовремя, я считаю. Я ушла с НТВ на «Москву-24». Очень люблю этот канал, очень люблю своих коллег. У каждого человека в жизни есть звёздный час. И у меня, значит, был этот звёздный час. Я этого не понимала, что вся наша жизнь, все наши навыки, по сути, в чём мы учимся, это вот всё как бы, это и есть наша подготовка. И, значит, наступает день. У меня там два часа до конца дежурства. И нам говорят, слушайте, тут митинг какой-то. Езжайте там на съёмочку. Мы такие, блин, два часа до конца рабочего дня. Ехать на съёмку. Ну ладно. Спреем пару кадров с ними. Мы, короче, по Берму свалим оттуда. Приезжаем, а там, оказывается, митинг в Берлёво. Три тысячи человек на улицах. Столкновения, крушат витрины. Просто дичь. Автозаки, полиция. Мы такие приезжаем, мы понимаем, что мы не уйдём домой. Мы выходим в прямой эфир. Я слышу, вот у меня ухо здесь. Говорят, вот, там на месте событий работает наш корреспондент Мария Гладких. Мария, там, тра-та-та, что у вас происходит? Расскажите. А чтобы вы понимали, мы только приехали. Ну, типа, мы знаем, что происходит. Вот так, вот, вот, вот. Я стою, вот так я посмотрела по сторонам. Это всё, что я знаю, что происходит. Ну, и три предложения, которые я прочитала на сайте новостей до этого. На ленте информагентств. Всё. И я такая думаю, ну, ничего, ну, сейчас пять минут расскажу-то, что происходит. И мне говорят, редактор в ухо мне говорит. У тебя час. Что я делаю? Я делаю вот так. Типа, у меня задержка в ухе. Типа, я связь долю я ловлю. А сама просто охреневая у меня там процессы в голове такие. Господь, час, что я буду говорить? Я знаю, тебе предложение. Это ужасно. Да, коллеги, ну. И начали разговаривать, рассказывать, что происходит. Подходить, общаться с людьми в толпе. Но в итоге я проговорила час, 56 минут. И я охренела сама. После этого рабочего дня мне написали со всех телеканалов, которые есть в нашей стране. Известные достаточно журналисты отмечали меня в Твиттере. Писали, какая я молодец. Я обалдела. Потому что я не знала в этот момент, что происходит. И вот этот день сильно изменил мою карьеру. Потому что обо мне узнали. И обо мне узнал мой нынешний начальник. После этого он позвал меня работать на Россию-24 уже в новости. Федеральный канал. Потому что Москва-24 это локальный канал. А федеральный это уже на всю Россию вещающий. Но в тот момент на Москве-24 мне уже сулили карьеру какую-то ведущую. Ну, потому что у меня уже была какая-то авторская программа. Я такая думаю, ага, а это будет шаг назад. Ну, типа, понимаете, да, выбор из серии. Та же самая должность, но в круче компании. Либо в меньшей компании, но в высшей должности. И я такая думаю, нет, я останусь, пожалуй, на том же месте. Но буду двигаться уже по карьерной лестнице. Мне предложили работу на НТВ. Один известный человек. Он мне сказал, что типа, ну, давай откровенно, ты что хочешь? Ты хочешь быть ведущей? Ведущей ты не будешь. У тебя не лицо для ведущей. Ну, давай объективно посмотрим. Не подходишь ты по формату, ты не формат. Прошло время. После этого я снова работала в прямом эфире. Спустя год. И мой нынешний начальник прислал мне сообщение. Прямо во время прямого эфира. На нашем канале ты смотрелась бы лучше. Приходи завтра. И все. Я пришла, и он мне говорит, с кем ты хочешь быть? Я говорю, я хочу ведущей быть. Я говорю, мне не хочется быть уже корреспондентом. Он говорит, ну, значит, пришло время быть ведущей. И вот. На примере своей жизни и ситуации, которая складывалась у меня в жизни, я поняла, что кругом есть сплошная система. Если вы что-то систематически будете делать, понимая, что вы хотите и что за чем идет, то тогда вы придете к этому успеху. Просто самый прикол в том, чтобы не ждать, что, типа, вот когда я стану певицей, вот тогда, или там актрисой, или, не знаю, там, телеведущей, вот тогда я буду счастливой. Тогда у меня будет кайф. А именно словить кайф в процессе, пока вы идете по этому пути. Потому что в этом-то и есть кайф в жизни. Ну, типа, сделать просто прикольный процесс достигания этой цели. Не ждать, что только когда вы ее добьетесь, вы станете счастливым. Вы будете счастливым, пока вы будете добиваться и видеть, что вы идете. Ты достигаешь своей цели, ты работаешь, все круто, все говорят, какая ты молодец, но тебя внутренне перестает это удовлетворять. Ну, условно, внешне ты выглядишь очень успешным и очень счастливым человеком, но внутренне ты сам, когда приходишь домой, ты такой, типа, да, а что дальше? А что это? Я просто для себя поняла, что я в плане журналистики, видимо, не вижу для себя, куда я хочу развиваться дальше. Ну, типа, ну что я должна? Я уже ведущая своей программы, уже веду новости, уже работала на всех самых крупных мировых каких-то мероприятиях с участием президентов стран. Брала интервью у президентов, брала интервью у голливудских звезд, у артистов известных. И думаю, а что я хочу дальше? Быть там редактором, сидеть, что-то писать? Я не хочу, мне это, ну, противоестественно моей природе, мне хочется что-то более активное. Поэтому любой человек приходит к этому выгоранию и к этому непониманию, что делать дальше. И в этот момент я поняла, что мне не хватает, чего мне не хватает? Мне не хватает чего-то творческого, мне не хватает чего-то эмоционального, мне не хватает выброса адреналина, мне не хватает что-то придумывать, что-то делать. И я тогда решила завести блог. Ну, точнее, у меня уже была страничка в Инстаграме, но я ее ввела, ну, из серии, вот я красивая сфоткалась, выложу фотку. Это не блог, да, это просто личная страничка. Я начала пытаться вести блог в Инстаграме, но я тоже, у меня не очень это хорошо, на самом деле, получалось. Ну, как не очень хорошо получалось? У меня было там, сколько там, не знаю, 15 тысяч подписчиков. Очень четко помню, что мы встретились с друзьями, и один друг мне такой говорит, слушай, ну, у тебя 15 тысяч подписчиков, потому что у тебя контент на 15 тысяч подписчиков. И ушел. Думаю, блин, видимо, я что-то неправильно делаю, раз у меня контент на 15 тысяч подписчиков, значит, надо проанализировать, заняться этим вопросом, изучить его. Я стала изучать, стала приходить курс по Инстаграму, стала смотреть, подписываться на других блогеров, что они делают. И решила развивать свой Инстаграм, потому что увидела в Инстаграме возможность для своей собственной реализации, где я могу рассказывать о том, что мне хочется, где я могу показывать себя такой, какая я есть в разных апостасиях. Ну, то есть не просто строгой телеведущей, а, типа, веселая девчонка из Твери, или там, не знаю, совершенно не спортивным человеком. То есть мне не хотелось здесь себя что-то изображать и показывать, какая я там, не знаю, сильная, красивая, успешная. Мне хотелось быть собой. И все, и система пошла условно. Люди начали на меня подписываться, людям стала интересна моя жизнь, потому что видели какие-то моменты, которые, видимо, у них тоже откликаются в их жизни. Весь канал спрашивает, как тебя еще не уволили? Почему ты еще здесь работаешь? Ну, реально, то есть я танцую в студии, я там снимаю какие-то смешные вайны, я постоянно угораю на какие-то темы в сторис, постоянно стебу там чего-то. Если вы посмотрите новости со мной и посмотрите мой Инстаграм, вы подумайте, что это два разных человека. И в этом прикол. Я просто шла и делала дальше, маленькими шажочками, потому что когда ты маленькие шажочки делаешь, 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 то ты через какое-то время все равно куда-то придешь. Чтобы куда-то прийти, надо идти, а не стоять на месте. Ну, типа сидеть и говорить, ой, как же вот я буду там вот это вот, а так ты сидишь и ничего не делаешь для этого. А если ты хотя бы встал с дивана и хоть что-то начал в этом направлении делать, узнал информацию, ну, там, не знаю, записался на танцы, еще что-то, еще что-то, еще что-то. Да даже из тех же танцев у меня родился целый проект. Мы, значит, сидим с подружкой, она говорит, давай, ну, у тебя мечты-то какие-то вообще в жизни были, ну, там, не знаю, желание, там, не знаю, на горы взобраться, там, не знаю, чему-то научиться. Я написала пост, устроила челлендж «Успей из глотких», где я написала просто до 30, вот мне 29 тогда было, что я хочу успеть до 30. Я такая думаю, ну вот, у меня первый пункт, я давно хотела попробовать записаться на Батчату. Записываюсь на Батчату, прихожу к преподавателю, даже понятия не имела, как просто тупо записаться на Батчату изменит мою жизнь. Вот просто тупо записаться на урок по Батчате. Казалось бы, да, хрень какая-то, ну, сходила на урок, что такого-то. В итоге я прихожу на занятия, понимаю, что я просто просрала всю свою жизнь, ну, потому что я такой кайф испытала. Вот знаете, как бегуны, когда они бегают, они голову освобождают, вот, а я бегать ненавижу. А танцы для меня это типа бега стало что-то, то есть я просто не думаю ни о чем, просто выброс эндорфинов, дофамина, просто выброс какого-то счастья. Я такая думаю, господи, столько энергии, столько вообще радости, и ты вообще не думаешь ни о чем. И все, я начала, значит, заниматься Батчатой, мой преподаватель по Батчате оказался из Бразилии. И мне так нравилось, как он говорил на португальском, я такая говорю, слушай, у меня к тебе просьба, ты можешь со мной на занятиях говорить только на португальском? Он говорит, ну, а если ты что-то, я испанский просто язык знаю, я работала переводчиком в Испании испанского языка, поэтому, соответственно, они очень похожи, и я, ну, примерно там на 70% понимала, что он говорит. Ну, как собака, понимаю, сама сказать не могу, только вот так вот. И, значит, я ему говорю, ну, ты говори, если что-то не буду понимать, ничего страшного, все равно говори. Он говорит, ну, давай. И, короче, он стал самому говорить только на португальском. Яна мне так тоже воткнула этот португальский, мне так понравилось. Ну, вот что я могу вам сказать, вот, в принципе, все это интервью и все, что я вам сейчас рассказываю на русском языке, точно так же я могу рассказать на португальском. Сейчас. Прошло полтора года, два, наверное, примерно, да. Мне очень сильно эта история прям воткнула и очень понравилась. То есть это, вот, к этому, да, то есть к танцам, мало того, что я начала заниматься танцами, у меня добавился внезапно португальский язык. Причем я, это не было так, что через страдания, я там так стараюсь его выучить, не знаю, что делать, покупаю учебники. Нет, это просто вот, вот, как бы вот так на волне. Потом с преподавателем с этим мы становимся друзьями. Мы с ним подружились и стали друзьями в обычной жизни. Вот, значит, он меня знакомит с разными людьми, я начинаю заниматься танцами, и тут я понимаю, что я уже занимаюсь не просто бачатой, а я уже занимаюсь и афро, я хожу там на сальсу. То есть я понимаю, что я уже прям в тусовке полноценной, это меня захватило, и я занимаюсь разными направлениями. И в один прекрасный день мы сидим на кухне, опять на кухне, сидим с подружкой ржом, что же за кухня там магическая какая-то. Опять ржом, что типа ха-ха-ха, надо вообще запускать. Я говорю, давай тогда сразу проект запускаем, танцую с глотких, значит, и там все танцуют, онлайн-курс, и вообще все стили там соберем. И, короче, просто за минуту выдаю идею. И мы такие, мы ржем-ржем-ржем, и потом такие все замолкаем. И она такая говорит, блин, а идея-то прикольная. И я такая, слушай, да, реальная идея. Даже с названием я это сказал. То есть это настолько вот вышло из меня, что я такая, блин, а классная идея, реально. И мы тут же, вот опять важный момент, мы поняли, что нельзя мять яйца, если мы сейчас скажем, что мы через два месяца поделаем, через три месяца. Нет, сразу. Мы такие, классная идея, а давай сделаем, а давай реально сделаем. И я прямо на следующий день прописала себе список, что я хочу, как я вижу этот проект, и начала его потихонечку продумать и организовывать. Придумала такую идею, что я соберу в одном курсе все самое лучшее, все, что люблю я. А я люблю бачату, я люблю афро, я люблю танец живота, а я люблю сальсо, и я люблю Турцию. То есть, соответственно, турецкие национальные танцы. Я слетала в Турцию, записала там турецкий блог с турецкими преподавателями для этого курса. В Москве я договорилась с лучшими преподавателями, которых я сама, с которыми я занималась там по году, которых я знаю, потому что все равно тусовка одна, слухи ходят, ты знаешь, кто хороший, кто не очень, кто какой. Я выбрала самых лучших. И по-человеческим, и по профессиональным качествам, потому что для меня это тоже все важно. Если это суперпрофессионал, но человек говно, это тоже как бы не бы не хотелось и человек такого в проект. Я выбрала реально самых классных людей, которые есть. И мы записали самый большой просто танцевальный онлайн-курс, где человек может научиться за 5-6 недель танцевать самые разные танцевальные стили. И африканские, и восточные, и латиноамериканские, и турецкие. И такого не было никогда до этого. То есть, это такая инновационная у нас была идея, и это очень круто. И многие люди, кстати, самое частое, что мне писали в отзывах после этого, люди, которые это попробовали, «Мария, спасибо вам большое, я никогда не думала, что мне понравится афро, а теперь я записываюсь на оффлайн-курс в своем городе». Или там «я никогда не думала, что сальса это мое, а теперь я поняла, что я хочу заниматься этим, подбила мужем и идем заниматься вместе». Вот это прям суперкруто. И это то, ради чего, ради вот этих эмоций. Просто танцы очень сильно поменяли мою жизнь во многих аспектах. Я стала счастливей, я стала уверенней, я стала гибче, хотя я дерево. С чего начался даже этот онлайн-курс по танцам, с чего мы ржали, мне все говорили, а, мне написали в комментариях, значит, хейтеры, что «Мария, вы дерево, куда вам...» А я и так знаю, что я дерево. Ну, как бы, я не гнусь, у меня нулевая растяжка, это не повод для гордости, я пытаюсь разогнуться, но я корга по жизни, ну вот не гнусь я, не гнущаяся. Тут я выложила в сториз, значит, что я танцую, мне пишут «Мария, да вы дерево». И мы, значит, с подписчиками стали угорать. Какое я дерево? Эвкалипт шаровидный, там, не знаю, сосна, дуб. Кто я вообще? Какое дерево мне подходит? И все это и пошло. И в итоге у нас на курсе так и называется даже тариф, там, танцующий лес. Ну, типа, вот я говорю, давайте тогда мы всех деревянных соберем и вот разработаем, сделаем им подарок, чтобы они на этих курсах научились быть не такими деревянными. Ну вот все бревна объединились, и теперь мы их больше не бревна. И это очень круто. Мой девиз по жизни – это «We are one». У меня несколько принципов, да, там, по жизни. Например, там, самое время прямо сейчас, что нужно делать прямо сейчас, не откладывая, там, на лучший день, потому что лучший день, скорее всего, не настанет. И в будущем ты будешь смотреть на этот день и думать, блин, да, классное было время. И вот «We are one» – мой девиз тоже по жизни, что мы все едины. Мне бы очень хотелось, наверное, вообще моя какая-то основная такая внутренняя потребность, для чего я вообще все это делаю, блог развиваю. И вот это вот все. Мне очень хочется, хотелось бы делать какую-то работу, направленную на то, чтобы вот объединять людей, культуры, чтобы люди узнавали других людей и понимали, что по факту мы все одинаковые, и устроены мы все одинаковыми. Потому что вот я, ну, условно даже, вот я говорю на нескольких языках. Я слушаю периодически комедии-шоу, там, бразильские, на португальском, да, там. Я периодически смотрю турецкие стендапы, всякие комедии, еще что-то. И реально люди в Бразилии, в Турции, в России смеются примерно над одним и тем же. Угорают и переживают, и рассказывают. Ну, то есть комедия, это же такой, как бы немножко индикатор общества, да, то есть какие-то проблемы, которые есть, она вскрывает через шутки, через стеб. И я просто вижу, что, ну, по факту все мы одинаковые. Вот. Есть какие-то культурные различия, но внутренняя вся наполняемость, все мы люди. Я считаю так. Я считаю, что люби то, что делаешь, это ключ к успеху. Если вы хотите добиться успеха в чем-либо, вы должны любить это дело. Тогда вам не придется над этим работать, вам не придется себя заставлять. Вам будет в кайф от процесса. И в этом тоже ключ к успеху и к счастью, в принципе. Если вы работаете на работе, которую вы не любите, с этим надо что-то делать. Если вы занимаетесь по жизни тем, что не приносит вам удовольствия, с этим надо что-то делать. Это звоночек к тому, что вы занимаетесь не тем, что вы тратите время на вещи, которые вас не трогают, которые для вас не важны. И это очень грустно, потому что у нас не так много времени, чтобы что-то сделать и вообще прожить. Может, нам завтра кирпич на голову упадет? А мы не любили то, что делаем? Вы на канале «Люби то, что делаешь». Гоняйтесь за счастьем. Ищите счастье внутри себя. Сейчас я должна красиво выйти из кадра. Ну, извините, пожалуйста. Дай вам Бог здоровья. Всем пока.